Евгений Пальцев. Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа. Кстати, мы там с Лёшей Сычёвым, который будет выступать во втором отделении, стояли вот там у стоечки, потому что больше места уже нет, и периодически за нашими головами включалась кофемолка. И она так удачно включалась в тот момент, когда Костя переставал петь и была проигрыш, что я бы даже советовал подумать над тем, чтобы это было постоянно. Вот такой концерт для кофемолки. Но это так. Дело в том, что обычно, когда тебя приглашают на день рождения, тем более с гитарой, человек начинает лихорадочно думать, что же спеть. Ну вот, может быть, вот это спеть, это, правда, никак не связано с юбиляром, но я скажу, что там что-нибудь притянул за уши. Вот я в этой ситуации нахожусь в выигрыше. Костя, а ты где вообще? Ты будешь меня слушать, что я пою? Да, конечно, нет. Ох, а вот. А то я же сейчас тебе буду петь. Особенно тебе. Так вот, я нахожусь в выигрышном положении, потому что у меня есть песня, непосредственно посвященная Константину Арбенину. Написана она относительно недавно, где-то года полтора, может быть, два назад, в ответ на замечательное, совершенно чудесное стихотворение «Гений выборов неизвестных», вы, наверное, его знаете. Вот оно посвящено мне. Когда Костя впервые мне его прислал, я был раздавлен, уничтожен, шокирован в хорошем смысле. И еще тогда себе сказал, что должна быть «Аловерды» ответка должна быть. И вот эта ответка долго не получалась, не хотелось писать. А вы что? Вот года два назад написалась. И очень я рад, что сегодня именно в этом месте, в присутствии вас и, конечно, Коськи, я могу ее исполнить. Посвящается Константину Арбенину. Называется она «Когда на земле еще жили поэты». «Когда на земле еще жили поэты», я помню, их было узнать мудрено. Поэты пожарские ели котлеты, поэты ходили в кино. Везли их за место, бегаться в трамваи, а муза курила в окне на заре. Поэты ничем себя не выдавали в быту и на смертном добре. Но когда их двухвесенный транспорт увозил на последний постой, то они заполняли пространство между звуками и нематой. В той стране без границ и названия обживались с комфортом и без Дон Кихоты бумагом оранья, ланцелоты изящных словес. Ланцелоты бумагом оранья, Дон Кихоты изящных словес. Когда на земле еще жили поэты, я помню, они были здесь и везде. Ни Бродские, ни Паспернаки, ни Феты, но тоже с душою 3D. Зрели словами, как медью из кружек, И даже был факт над одною шестой. Они с магнитольных слетали катушек То нежностью, то хрипотой. А когда им то словом, то жестом Так хотелось обнять небосклон, И когда к ежемесячным жертвам Участковый склонял Аполлон, То поэтом тогда за старанья Доставалась любовь поэтесс. Дон Кихотом бумагом оранья, Ланцелотом изящных словес. Ланцелотом бумагом оранья, Дон Кихотом изящных словес. Когда на земле еще жили поэты, Я помню, то было буквально на днях В дверях затушили они сигареты, Рукой помахали вдрях. Начищены туфли, подстрижены челки, Так было душевно, и вдруг не души. Наверное, так Тасманийские волки В лесной пропадали глуши. Но Когда тебя спросят потомки Отночений и слова хорей, И когда по дорожке по тонкой Майский луч заскользит из дверей, Языки, развязавши заранее, Возвратятся эпохи в разрез. Дон Кихоты бумагом оранья, Ланцелоты изящных словес. А когда тебя спросят потомки Отночений и слова хорей, И когда по дорожке по тонкой Майский луч заскользит из дверей, Языки, развязавши заранее, Возвратятся эпохи в разрез. Дон Кихоты бумагом оранья, Ланцелоты изящных словес. Ланцелоты бумагом оранья, Дон Кихоты изящных словес.